Больше нано, больше процессоров. Самсунг анонсировала производство нового поколения мобильных чипов. Яблоко-хранилище для старого света. Apple построит зелёные дата-центры в Ирландии и Дании. Провода уму не помеха. Sony представила смарт-очки. Здравствуйте! В эфире телеканал 24KZ новый выпуск проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Сегодня начнём с очередного прорыва от Samsung. Буквально неделю назад Samsung представила первый мобильный процессор с 14-нанометровым технологическим процессом. Этот чип будет, вероятно, устанавливаться в флагманах компаний Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge. Однако на днях южнокорейская корпорация заявила, что и это не предел. Скоро начнётся производство процессоров с 10-нанометровым техпроцессом. Об этом представители Samsung рассказали на выставке International Solid State Turcuits Conference. В основе новинки технология FinFed. Она уже используется в чипе Exynos 7 Octa. Кроме того, следующее поколение чипов станет основой для создания электронной начинки не только планшетов и смартфонов, но и так называемых интернета вещей. 10-нанометровые чипы будут ещё более энергоэффективны и компактны. К слову, производитель Qualcomm по-прежнему создаёт топовые процессоры по 20-нанометровому процессу. Так что Samsung в очередной раз решил доказать, что он в чипах впереди планеты всей. Чуть меньше чем через год после приобретения Oculus VR, компания Facebook решила использовать покупку по назначению. Корпорация Цукерберга объявила о намерении создавать приложения для виртуальной реальности. Как рассказал директор по продукции Facebook Крис Кокс, пользователи смогут дружить целыми виртуальными мирами, которые сами же и создадут. С помощью приложений можно будет создавать личное виртуальное пространство. В нём будут появляться обновления статусов, фотографий, видео и другой контент в социальной сети. Погружаться в миры позволят как раз приобретённые компании очки дополненной реальности. Напомним, они обошлись в Facebook в 2 миллиарда долларов. Яблоко-хранилище для старого света. Компания Apple собирается потратить 1 миллиард 700 миллионов евро на строительство дата-центров в Европе. Причём эти сооружения будут использовать экологически чистые и возобновляемые источники энергии. Так что центры можно назвать хранилищами зелёных яблок. В предносном смысле, конечно. Экспансия Apple на восток в первую очередь распространится на Данию и Ирландию. Здесь создадут центры обработки данных. Они будут обеспечивать работу онлайн-сервисов компаний iTunes, iStore, App Store, iMessage, картографического и Siri. Площадь зданий составит 166 тысяч квадратных метров. Запустят центры в 2017-м. Строить сот будут из экологически чистых материалов, а, к примеру, тепло от оборудования дата-центров в Дании пойдёт на обогрев близлежащих домов. По словам гендиректора яблочников Тима Кука, это самый большой проект корпорации в Европе. Соскучились по проводам и громоздким девайсам на своём носу? Sony их вам возвращает. Производитель электроники объявил о старте продаж очков дополненной реальности Smart Eye Glass. В магазинах США, Великобритании и Германии они появятся уже совсем скоро, 10 марта. А пока можно довольствоваться роликом, размещенным компанией в интернете. Умный гаджет от японской компании даже отдалённо не напоминает очки от Google, которые стали первыми более-менее распространёнными электронными очками. Казалось бы, дальше должно быть непременно лучше. Но, судя по видео, Sony решила отказаться от модных тонких линий, минималистичного дизайна и максимальной прозрачности. Вместо этого компания представляет громоздкий прибор в виде очков, управляемых манипулятором на проводах. Sony отмечает, что это версия для разработчиков. Предполагается, что, купив новинку, программисты начнут разрабатывать под неё совместимые приложения. Умные очки могут проецировать символы, тексты, изображения в поле зрения пользователя и работают только в связке со смартфоном. С их помощью можно фотографировать объекты, общаться в социальных сетях, а также ориентироваться в городе. И, судя по видео, создатели очень надеются, что их новый продукт станет повседневно используемым гаджетом. Нам же остаётся пожелать компании только удачи и вспомнить такие про беспроводные технологии. Не забывайте, что если вами пропущен какой-то из выпусков ProNet, вы можете посмотреть его в архиве на сайте 24KZ. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. А на сегодня всё. До встречи в эфире и онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова